Тема 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 Любая религия. Брак, государство и религия. Все эти опоры, на которых стояло классическое общество, постепенно рушатся. Меняется их качество, степень влияния на жизнь конкретного человека, этих структур снижается. И взамен организованных конструкций, взамен твердого солидарного общества мы входим в эпоху общества жидкого, где нет ничего стабильного, ничего конкретного, ничего определенного и ничего твердого. Любые связи между частями этого общества могут быть нарушены, видоизменены, трансформированы и преображены в какие-то ранее совершенно невидимые формы. Ничего жесткого, но много вот как бы жидкого, текучего и стремительно видоизменяющегося. И мы в таком обществе живем. И если задуматься действительно, возьмите европейский опыт, да, оставим арабские и восточные страны в стороне, возьмите Европу, институт брака действительно меняется. То есть очень много пар, которые живут не заключая брак, они не оформляют отношения, это называется гражданским браком или сожительством. Как в России, так и в Европе. То, что касается легализации однополых браков. Катастрофическая ситуация. Я беседовал с русскими людьми, которые живут в Соединенных Штатах, и они неоднократно рассказывали мне до удивления похожие истории. Например, посадили верующего христианина, брата, в тюрьму, лишили его свободы, наказали его там то ли 6, то ли 8 лет лишения свободы дали мужчине. За что вы спросите? Я вам отвечу. Ребенок сходил в школу, посидел на каком-то уроке, ну и обычно как маленьких детей подготавливают к восприятию истинной браки, как обычно. Ну, то есть сказки, картинки, да, и у нормальных христианских стран какие картинки? Принц с принцессой, правильно? Сказки про принца и принцессу. А там ребенку дали учебник, и вместо принца и принцессы принц и принц. Вот так детское сознание готовит. Ребенок пришел, верующий ребенок из христианской семьи, папу спрашивает, папа, что такое? Какой-то принц и принц. Папа, конечно же, заявился в школу, там обрушил гнев и молнии на этих преподавателей, и все. Он им объяснил с евангельской точки зрения, как должно быть. Ну, его руки, значит, в кандалы и в кутузку, и на 8 лет в тюрьму отправили. За нетерпимость, нетолерантность и гомофобию. Вот, это про нашу реальность, про нашу действительность, про Соединенные Штаты, про демократическое общество. Это называется постепенное разрешение библейских представлений о браке и классических представлений о браке. То же самое происходит с государствами. То есть влияние государства в глобальном обществе снижается. Появляются какие-то межгосударственные образования, организации объединенных наций, международные сообщества. Есть страны, в которых можно получить гражданство виртуально. То есть неважно, где вы живете, вы можете жить в любой точке планеты, но вы получаете виртуальное гражданство и можете налоги платить. Кстати, это прибалтийская страна, которая раньше ходила в Советский Союз. Вот меняется наше общество. То же самое в отношении религиозных институтов. Религия уже не та, друзья. И христианство, оно не то. Я не говорю сейчас о качестве нашего христианства. Я не говорю о духовной стороне. Не хочу намекнуть, что наши отношения с Богом более ущербные, нежели отношения с Богом средниковых христиан. Но формально и структурно христианское общество не такое, каким оно было 200, 300, 500 лет назад. Это самые очевидные истины. Вот в такое общество мы входим. Мы входим в общество, где все меньше конкретных истин и все больше относительных моральных стандартов. Наш русский мыслитель, по-разному можно к нему относиться, Дугин, он любит говорить о постмодерне. И он свои лекции о постмодерне заканчивает такими словами. Мы входим в культурную смерть человечества. Мы не знаем, что будет дальше, что будет за этим порогом. Но очевидно, что весь свой культурный потенциал человечество исчерпывает. Этот потенциал заканчивается. Человечество разрушило от всех стандартов, отказалось от всех норм. Оно отказалось от Бога и теперь отказывается от самого себя. Наступает саморазрушение человеческой личности. Наступает некоторая смерть. Наверное, это так. Я рассказываю об этом, обо всем, вот для чего. Как никогда наше общество и как никогда современный человек нуждается, дорогие друзья, во внятной, ясным языком описанной, конкретной библейской истине о браке. Как никогда человеческая душа нуждается в том, чтобы ей напомнили о истоках, напомнили о том моменте, откуда началась человеческая история, напомнили о фундаменте, на котором может быть построена благословенная, полноценная и устойчивая семья. Итак, давайте ближе к этому фундаменту. Книга «Бытие», глава вторая. Там все началось, это начало, генезис. И началось все с семьи. Бог, он не ко многому приложил собственную руку. Многое из явлений нашего мира, нашей культуры появились благодаря деятельности человека. Сеюршний наделил человека разумом, способностью творить, дал ему такие работящие руки, и человек настроил городов, организовал бизнес, вторгся в научную сферу, это все человек. Бог сотворил не так много. Непосредственно под его влияние возникло два явления. Это семья, это церковь. Иисус Христос говорит, я создан церковь мою. То есть Бог является автором церкви, создателем церкви. И Бог является автором брака. Он организовал этот институт. Именно по этой причине для христиан это ценно, это важно. Мы от этого никогда не отступим. Потому что это то, к чему причастен Бог. Он непосредственно участвовал в организации первой семьи. Он свел Адама и Еву вместе. Он благословил их и повелел им плодиться и размножаться. Итак, вторая глава, читаем со стиха 21. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек, вот, эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа». Позвольте сделать несколько наблюдений. Во-первых, конечно, когда Господь отделял плоть от Адама, такая болезненная, наверное, операция. Он взял этот материал, из него организовал Еву, сотворил Еву. Это все происходило во сне. То есть в это время Адам находился в бессознательном состоянии, он не контролировал этот процесс. Но потом-то он глаза открыл, и когда Господь подвел к нему Еву, Адам находился в сознании. Он проснулся. Он не пребывал в бессознательном состоянии, в тумане, знаете, в каком-то состоянии эйфории, экзальтации. Нет. Адам находился в состоянии здравомыслия, эмоциональной устойчивости. Он был способен говорить, и он был способен принимать решения. Из этого я хочу сделать простой вывод. Прежде чем вступать в брак, мужчина должен проснуться. Он пробудиться должен. Мужчина должен войти в особое состояние трезвости ума, здравомыслия. Он должен быть способен к рациональному анализу, способен к принятию решений. Скажите, пожалуйста, в нашем обществе все важные решения, которые заверяются нотариально, вот в каком состоянии должен находиться человек психоэмоциональным, чтобы нотариус разрешил ему поставить подпись на документе. Если это касается сделки с недвижимостью, то есть право наследования, он должен быть дейспособен. Если у нотариуса возникают сомнения, привлекают медиков, и медики дают справку, человек дейспособен или не дейспособен. Подпись его будет действительно или недействительно. Сознание работает хорошо, ясно, или человек уже не способен мыслить логически и оценивать последствия своих решений. Даже в нашей правовой системе так принято. Это дело касается наследования, имущественных отношений, бизнес-делок. Но когда дело касается семьи и брака, а простите меня, нередко вопрос бракосочетания, он важнее, чем вопрос наследования. Это важнее, чем наши сделки имущественные, чем наши финансовые операции, потому что это на всю жизнь. Если мы относимся к браку по-христиански, мы понимаем, это такое решение, которое нельзя отменить, нельзя отмотать назад, нельзя включить заднюю скорость, нельзя отказаться от своего решения. Все, взялся за плуг и на веки веков. Одел на палец обручальное кольцо, и ты понимаешь, это до гробовой доски. И ты понимаешь, что вместе радости и в горе, и в рай тоже вместе войдем. Со своим брачным партнером, с мужем и женой. Мы это понимаем. Так если это настолько важно, насколько ответственно, серьезно мы должны к этому подходить, и, соответственно, каким должно быть состояние человека, эмоциональное, духовное, интеллектуальное, когда он принимает такое решение. Состояние должно быть ясное, друзья. Именно по этой причине я с осторожностью отношусь к браку, который заключается в попыхах, на лету. Когда, понимаете, время как бы ускользает, и нужно за это лето, в течение трех месяцев летнего периода, нужно что-то срочно решить. Потому что устраиваясь на работу, поступая в университет, уезжая куда-то, или он, не дай бог, уедет, и нужно состряпать брак. Мне кажется, это опасно. Я с осторожностью отношусь к отношениям, которые возникают после длительных периодов, как бы правильно выразиться, после длительных периодов духовного напряжения. Например, люди поехали в библейскую школу, и там они познакомились друг с другом, или на какой-то миссионерский проект. Вот у нас популярные проекты «Год для Бога» или «Год для Иисуса», и в этом часто участвует молодежь. И люди познакомились вместе на этом церковном христианском проекте, и у них возникли отношения, и после проекта они вступают в брак. Допускаю, что такое может случиться. Даже желаю счастья, благослови Господь. Но я отношусь к этому с осторожностью. Знаете почему? Потому что все церковные проекты подобного рода, они осуществляются в особом формате. И этот формат, вот этот библейских школ, миссионерских проектов, каких-то длительных христианских, ну, не знаю, конференций, там, семинаров, вот этих, которые месяцами, годами тянутся, институтов библейских, этот формат отличается от формата нормальной, обычной человеческой жизни. Ну, что там делают в этих проектах, в библейских школах? Ну, я имею в виду не вечерние библейские школы, которые там с утра до вечера. С утра встали, молятся там два часа, потом на библейских уроках сидят два часа, потом вечером идут, днем еще в каких-то церковных делах участвуют, вечером собрания. У них не жизнь, а сплошное царство Божие, понимаете? Как у Иоанна Крестителя, он поэтому и не женился вообще, он понимал, что это рискованное дело. В пустыне себе сидел и молился там целыми днями. Вот Иисус тоже не женился, духовное так духовное. Павел потом так и сказал, да нечего баловаться, если посвящаться царству Божьему, то в одиноком состоянии. И в этом что-то есть. Вот эти длительные периоды такого мистического поиска, вот этого духовного напряжения, они не позволяют человеку жить нормальной, обычной бытовой жизнью, и как бы человек находится в состоянии измененного сознания. Они там все очарованы в этих библейских школах. Они по земле не ходят, они парят над ней, они как ангелы летают над нашей серой реальностью, и не прикасаются к ее брызгам и грязи. В небесах витают. Человек в таком состоянии неадекватен. Он не может принимать взвешенно ответственные решения. Поэтому всем нашим молодым людям, которые едут нам на год для Иисуса, в разные библейские школы, я советую, не женитесь сразу после этой программы. Приезжайте в свой город, устраивайтесь на работку, поживите полгода, как все. Эта спесь религиозная спадет, и вы по-другому на жизнь будете смотреть. Нельзя в очарованном состоянии, какой бы ни была причина этого очарования, вступать в брак. Надо проснуться, надо протрезветь. Нужно открыть глаза, другие друзья. Пробудиться должен мужчина. Он должен трезво смотреть на вещи. Да? В брак надо вступать не подвыпившим, не одурманенным после какого-нибудь ночного клуба, но в том числе, друзья, в брак нужно вступать, как-то выздоровев от такого вот религиозного одухотворения, что ли. Следующее замечание по тексту. И сказал человек, вот это кость от костей моих. Ситуация интересная. Мы, как христиане, были бы рады, ответственные за самые важные решения в жизни, перепоручить Богу. Но Он же мудрее, Он дальновиднее, Он вообще зрит каждое человеческое сердце насквозь. И Он-то лучше знает, кто мне более подходит. Он-то лучше знает, где в какой церкви сижит она суженная. Пускай Господь сам за меня этот вопрос решит. Боже, вот давай так, чтобы я глаза открыл, и она рядом стоит на какой-нибудь конференции молодежной. Я вот приехал, помолился, хорошо. И как с Адамом, я глаза открыл, а она рядом стоит. Мы готовы Богу это перепоручить. Но даже в случае с Адамом и Евой случилось следующее. Конечно, Господь подвел Еву к нему. Конечно, Он участвовал в организации этого брачного союза. Конечно, Всевышний руку приложил, но, как бы сказать, косвенно. То есть Он подвести-то Еву подвел, но Адаму Он же ничего не объяснил. Он стоял в стороне и, хитро прищурив глаза, наблюдал. Что же будет происходить дальше? Он подвел Еву, но Он же не сказал Еву, Эй, Адам, очнись. Ты не видишь, что ли? Вот она, все, бери. Нет. Нет. Инициатива, в данном случае, принадлежала самому Адаму. Он произнес первое слово. Он сам увидел в Еве свою избранницу. Он сам принял это решение. Ответственность за принятие решения о бракосочетании возложено на человека, дорогие друзья. По этой причине я с осторожностью отношусь к особым откровениям молодых людей. Когда у молодых людей, как бы, много адреналина в крови, много вот половых гормонов, тестостерон там у мужчин, у женщин там свое что-то кипит в крови. И они действительно думают много о личной жизни. Их посещают и видения, откровения по поводу избранника и избранницы. Вот к этому я тоже отношусь с осторожностью. Мне кажется, Бог не вмешивается в этот процесс. Да, Он может подводить, как бы, участвовать в организации схем разных. Он правильно выстраивает фигурки на шахматной доске, да. Но когда дело касается решения и выбора, Он стоит рядом и наблюдает. Люди должны принять это решение. В основе взаимоотношений между мужчиной и женщиной лежат решения, принятые мужчиной и принятые женщиной. Всевышний не обязывает человека вступать в брак. Он не заставляет, что ли, это делать под принуждением. Хотя ветхозаветная культура складывалась так, что родители имели решающую роль в выборе невесты для своего сына. Это так. Но в конечном итоге вся культура ветхвойного завета, особенно если опираться на этот текст священного Писания, указывает нам, что решение остается за человеком. Поэтому тем более нужно принимать это решение в состоянии здравомыслия и ясного сознания. Третье наблюдение. Третье. 23 стих. И сказал человек, вот это кости от костей моих и плоть от плоти моей. Что Адам имел в виду? Что? Ну вот реконструируем эту ситуацию. Бог привел его. Адам глаза открыл и видит она. У Адама не было учебников по богословию. Он не знал, что такое семья и брак. Собственно говоря, и Всевышний еще не изложил развернуто своей точкой зрения. Ну, было сказано в первой главе. Благословил их Бог. Сказал им, плодитесь, размножайте, наполняйте, обладайте, владычествуйте. Очень коротко. Еву Адам впервые видел. Он пришел с себя после наркоза. И тут она. Вот что он почувствовал, что он увидел в ней? Как он понял, что это его плоть и его кровь? О чем это вообще? Мы это используем как богословскую формулу. Мы на этом строим наше учение, на этом тезисе. А что имел в виду Адам? Вот что он ощутил? Я думаю, ответ кроется вот где. Есть в современном обществе светском очень подходящее для описания этой ситуации слово. Химия. Химия, которая возникает между мужчиной и женщиной. Ученые исследуют человеческое тело, правда? Исследуют, как разные гормоны влияют на самочувствие человека, на его здоровье, на взаимоотношения между мужчиной и женщиной. И оказывается, есть вещества, которые испаряют наше тело, и другой человек способен ощутить что-то на запах и как бы прочитать этот химический код и выяснить, подходит мне или не подходит этот партнер. Вот в этом что-то есть, дорогие друзья. Адам ощутил влечение к ней. Биохимическое, психологическое, духовное, не в этом суть. Я думаю, это как-то в одном потоке. Вот единое целостное впечатление ощутил Адам. У него было влечение. Посмотрел, почувствовал? Нравится. Неплохо все организовано. Бается красиво Ева, все как положено. Он ощутил вот это влечение. И в нашем христианском учении о браке довольно много говорят о соответствии. То есть должна соответствовать супруга. То есть невеста жениху, жених невесте. Соответствие это разлагают на несколько составляющих. Одна из них возрастная, другая культурная, там религиозная составляющая соответствия. Нередко говорят о интеллектуальной, там о духовном соответствии. Может быть, может быть. Может быть. Да, люди действительно должны подходить друг к другу. Но вот эти все стандарты, они чуть-чуть из пальца высосаны. Потому что текст второй главы, где написано «Сотворим помощника, соответственно ему», с точки зрения конструкции иврита, его правильнее чуть по-другому произнести. Бог имел в виду следующее. Сотворим помощника не соответственно, а в противовес. Помощника против него. Против него. Ну, речь о двух половинах, которые дополняют друг друга. Правильно? Ну, извините, если я умею управлять автомобилем, зачем мне второй человек, который умеет управлять автомобилем? Мне нужна половинка, которая посуду будет уметь мыть, потому что я не умею. Например. В браке не обязательно, нет необходимости в браке соединяться двум людям с одинаковым интеллектом, с одинаковым психологическим профилем, с одинаковым характером, с одинаковыми дарами, способностями. Не обязательно. Напротив, а разное. Как небо и земля, как плюс и минус. Разное соединяется в браке. Это нормально. Таков Божий замысел. Таков Божий замысел. И для меня, если речь о молодых людях, основой, на которой должны возникать взаимоотношения между мужчиной и женщиной, является влечение и вот та химия, которая возникает за доли секунд на самом деле. За доли секунд. Когда мужчина заходит в комнату, в которой находятся 30 женщин, ему нужно десятую часть секунды, чтобы определить, кто ему симпатичен. Посмотрел на всех, и он уже знает. Признаетесь, это так. Нет? Чуть больше надо времени. Я же про мужчин, не про женщин. Женщинам больше надо, да. Они будут разбираться и разбираться. Химия, химия. Хорошо. Повторюсь. Мои наблюдения из этого текста. Первое. Человек должен пробудиться. Он должен принимать решение о браке на основе рационального, разумного анализа. Это совершенно естественно оценить все возможные последствия этого решения. Понимать, с кем ты вступаешь в брак. Видеть слабые и сильные стороны. Второе. Решение за нами. Решение за Адамом. Он должен поставить точку в этом вопросе. Адам, последняя инстанция. Он должен сказать, да. Вот плотят плоти моей и костят костей моих. Должен согласиться от этого. Согласиться с этим. Еще. Если мы говорим о устойчивом браке. Одна идея, которую мне хочется сказать особенно, подробно. Вторая книга царств, шестая глава. Вторая книга царств, шестая глава. Это история, которая сложилась в отношениях между Давидом и его первой женой, Милхолой. Вспомним, как это было. Он был молодой, юноша, пылкий, одаренный, способный. Он уже служил Саулу, достигал успеха, был его фаворитом. Но у Саула было двойственное отношение к Давиду. С одной стороны, он испытывал симпатию к этому юноше. Давид с подросткового возраста, начиная с 16 лет, проявил себя геройски. Не зверь Голиафа. Саул это оценил. Но с другой стороны, он смотрел на Давида с осторожностью. Он как бы его побаивался. Он чувствовал, что весь потенциал Давида не раскрыт. И он не знал, чем грозит восхождение этого молодого мужчины на вершины государственной службы. И нравился ему Давид, и побаивался Давида. Когда Давид услышал о том, что победителю Голиафа обещают полцарства, обещают дочь царя. В Библии написано, и понравилось ему это слово. Что ему понравилось? Он никак не оценил Милхолу. Не высказал комплиментов в отношении ее внешних качеств. Он не увидел богатого внутреннего мира в ее душе. Там написано, ему понравилось быть зятем царя. Дословно есть. Идея стать зятем царя была ему по сердцу. Понравилось ему. Он переспросил даже, что сделают тому, кто выйдет против Голиафа. Его сделают зятем царя. Про Милхолу написано, что она полюбила Давида. Он впечатлил ее. У него возникло влечение, привязанность. Полюбила Милхола Давида. Но о Давиде не сказано, полюбил ли он ее. Впоследствии Давид себя почувствовал ущемленным, потому что Саул как бы и не хотел уже отдавать Милхолу. Он тянул. Он искал возможность вообще Давида как бы списать, пустить в расход. Он специально дал ему это сложное задание. Принеси мне сто краебрезаний филистимских. В надежде на то, что в погоне за этими краебрезаниями Давид сложит голову. Кстати, Давид научился у Саула. Впоследствии он также поступил в отношении урия хитиянина. Но в молодости он собрал свои краебрезания и пришел за Милхолой. И Милхолу получил. Что было дальше? Впоследствии Саул начал гонение. То есть он преследовал жестко, преследовал самого Давида. И однажды в погоне за ним пришел в его дом, в его шатер. Давида уже не было, но там находилась Милхола. И Милхола обманула своего отца. Правильно? Она скрыла Давида, она обманула Саула. Саул огорчился по этому поводу. Но Милхола это сделала потому, опять же, что была по-настоящему привязана к Давиду. Любила она Давида. Счастлива была с ним. И хорошо было с ним. И она ему помогла. Пойдя против отцовской воли. Но в этот момент наступила их разлука. Давид бегал от Саула, прятался. И в конечном итоге оказался иммигрантом на филистинских территориях. Он нанялся на службу к царю Анхусу. Прошли годы. У него появилась одна жена, вторая жена. Вигея Сунамитянка. Кто там еще появился? Еще вторая женщина появилась. То есть у него гарем уже. Он находился в Секелаге. В филистинском. Потом он вернулся в Израиль. После гибели Саула. И проходят годы, годы и годы. Когда Саул погиб, Давид возглавил Иудею. Он стал их царем. Но этого было мало. Ему захотелось править не только Иудеи. Он хотел соединить весь народ Божий. И претендовал на престол Израильского царства. Царство было уже разделено на две части. Ему нужно было воцариться в Иудее. И получить престол Израильского царства. Но как? Израильское царство контролировал Саулом, его семьей, его детьми, его сыновьями. И тогда наступает время политических игр. Место Саула занял его предводитель, его военачальник Авенир. Мы опускаем все подробности. Возникает следующая ситуация. Давиду нужно привлечь на свою сторону граждан Израильского царства. Как это сделать? И самый простой средневековый вариант – породница. Для этого Саул посылает гонцов к... Забыл, как звали этого Саулова сына. И он говорит, верните мне Мелхолу. И ее вернули. Но помните, как это происходило? Давид забирает ее от Фалтия, от мужа, потому что ее Саул потом повторно отдал замуж. Зачем такой красоте пропадать? Давид забирает ее от Фалтия. Фалтий идет за ней и плачет. Идет за ее повозкой, рыдает Фалтий. То есть такая драматическая сцена, слезы, рыдания, горе. Рушится семья. Разрываются отношения насильно. Ее приводят к Давиду. И она живет в доме Давида. Насильно взятая от своего мужа. Зачем Давид это сделал? Ради чего? Он как? Он Мелхолу захотел? В нем воспылала первая любовь? Он что, вспомнил о днях, проведенных с нею в своем шатре? Что химия снова сработала? Что надо было от Мелхолы? Уже такому бородатому царю Давиду. Ему было примерно 30 лет, когда он воцарился. Что ему нужно было? Ради политической цели, друзья. Ради стратегической выгоды. Он сделал это не ради Мелхолы. Он сделал это ради политических интересов. Она просто расходный материал. Она просто инструмент. Восстановление первого брака с Мелхолы для Давида это способ получить электорат. Это борьба за дополнительные голоса на выборах. И потом вот эта сцена, когда он плясал перед Ковчегом, на которую можно смотреть несколько иначе, чем принято в наших церквях. Обычно мы Мелхолу осуждаем. Да как она могла, да как смело. Человек Богу поклоняется. А давайте с учетом всего психологизма этой драмы посмотрим чуть по-другому на эту историю. Для чего Давид Ковчег принес? Он же не просто так его принес. Если бы он сразу нашел Ковчег и сказал классно, здорово, вот это святыня, это сокровищница, это вообще Бог пребывает над ним классно. Нет, он же его отдал в дом постороннему человеку, потому что испугался. И потом он хитро вел себя. Он пронаблюдал, что Бог благословил того мужчину, в чем доме находился Ковчег. И он говорит, ха, ну эксперимент удал сам. Результат положительный, теперь мы забираем Ковчег себе. Он вносит Ковчег в Иерусалим, устраивает жертвоприношение, устраивает праздник, все торжественно, сам участвует в этом празднике, восхваляет Господа, поклоняется Ему, пляшет. Он это делает сам. И в окно смотрит Мелхола. И она, одинокая женщина, затворница, брошенная Давидом на самом деле, теперь смотрит на это все, прекрасно понимая, что сцена, разыгранная перед ней, преследует только одну цель – впечатлить народ, привлечь на свою сторону израильтян для соединения царства, для укрепления своего политического влияния. А она Давида на самом деле как бы и не интересует. Да, она демонстрирует презрительную реакцию, критикует его, то есть она полна цинизма, произносит такую хлесткую речь, она сознательно наносит унижение, оскорбление и унижение Давиду. Она хотела, чтобы ему стало больно. Да, она подбирает такие слова, чтобы ее уязвить, но это крик отчаявшейся женщины. Это пронзительный вопль женщины, у которой отняли одну семью и не дали вторую. Она разменная монета, она вещь для него, которую он использует для своих хитрых политических схем. Там написано, у Милхолы дочери Сауловой не было детей. Одни считают, что в результате особого неблаговоления Божьего Господь закрыл ей чрево, и у нее не было детей за то, что она похулила Давида. Но, может быть, детей не было просто потому, что Давид ни разу к ней не вошел. У них не возникло интимных взаимоотношений, у них не возникло близости. Их брак был фиктивным, не настоящим, не натуральным. А было время, когда Милхола ради Давида была готова на многое. А было время, когда она отцу противоречила, когда прятала его. А было время, когда в ее сердце было полно страсти к этому мужчине. А теперь она смотрит со стороны, как наблюдатель на его жизнь, на его действия. И нет любви, и нет страсти. Она демонстрирует неуважение. Она демонстрирует презрение к Нему. А теперь вы сами скажите, заслуженное презрение или нет? Никогда семья, никогда муж, жена, никогда дети не должны быть способом достижения других целей. только целью. Только целью. Мы можем участвовать в бизнесе, достигать свои финансовые цели, делать карьеру на работе. Можем. Участвовать в служении. Но если из-за этих обычных естественных жизненных процессов мы пренебрегаем семьей, пренебрегаем воспитанием детей, если мы упускаем что-то важное во взаимоотношениях с любимым человеком, из этих взаимоотношений исчезает тепло, исчезает близость, красота, вкус исчезает, мы теряем самое важное в нашей жизни. Теряем его. Друзья, когда я сегодня читал этот текст в очередной раз, я подумал вот о чем. Жизнь Давида делится на две части. Конечно, мы героизируем всех вообще библейских героев, идеализируем, мы хотим про них говорить все только хорошее. Но вот если трезво посмотреть, жизнь Давида делится на две части. Первая часть, пока он не был царем. И вторая часть, когда он стал царем. И знаете что? Вот с тех пор, как он стал царем, он ничего, хорошего не сделал. Может быть, нужно проанализировать детальнее, может быть, я ошибаюсь. Можете меня переубедить. Но так, навскидку, вот ничего он хорошего не сделал, как стал царем. Ну да, там соединил царство, от всех рогов отложился, всех победил, нагнул, всем показал свой, ну может быть, да, кровища налил много. Даже Господь ему говорит, ты мой дом не построишь, у тебя руки в крови, по локоть. Что он хорошего сделал? Кому? Что он хорошего сделал? Версавию соблазнил, урию отправил на смерть невинную. Что? Семье, собственно, что хорошего сделал? А весолома бедного затюкал, настроил против себя. Помните там все эти страшные истории с изнасилованием, с местью в его семье? У него все дети были изранены, и все несчастные. Кто там счастливый среди них, кроме Соломона? И то, скажем, рожденный от женщины чужой, от чужой жены рожденный. Между прочим, прочитайте внимательно дословно Иисуса Христа в Евангелии от Матфея. Там перечисляется много имен, но только одно имя не названо, имя Версавии. Там написано от бывшую за Уриею. Вот богодухновенное слово нелицеприятного Бога не называет даже имени Версавии. Хотя она законная жена, хотя от нее родился Соломон, хотя, то есть, в конечном итоге Бог их отношения признал, общество признало, а для истории евангельской она осталась бывшей за Уриею. Вошло имя ее мужа первого, но не ее имя, в родословную Иисуса Христа. Вот что хорошего Давид наделал? Он как-то вел себя все время как-то уже не так, какая-то паранойя у него развивалась. Понимаете? А вот первая часть жизни, она была геройская, красивая, он был способен к жертве, к высоким чувствам, к благородным чувствам был способен. Ну, это не наша тема основная. Вот. Про Милхолу. Не оценил Давид Милхолы должным образом и использовал ее как разменную монету. Вот чего не должно случиться в христианском браке, дорогие друзья. Поэтому, когда люди вступают в брак, и когда они уже состоят в брачных отношениях, библейский подход следующий. Брак самоценен. Брак важен. Это такой дар, который мы приняли из Его рук, из Божьих рук. И в конечном итоге Бог не спросит у меня, я дослужился до заместителя или до директора. Я защитил только кандидатскую диссертацию или докторскую тоже осилил. Он спросит у меня, слушай, а где, как, дети твои? Как, как с женой у тебя? Как, ты вот здесь был силен или нет? Вот здесь ты добился результата или нет? Как здесь? Вот это он спросит. Один престарелый епископ, он был долгое время старшим служителем Российской Церкви Христиан Веры Евангельской в России здесь. После того, как он закончил свое служение, у нас была встреча, я спросил, скажите, брат, что бы вы изменили в своей жизни, если вам предоставилась бы такая возможность? Что бы вы поменяли? И он говорит только одно, я бы больше времени уделял своим детям. Только одно. Об этом говорят все люди старшего возраста. Об этом говорят все политики, чиновники, люди искусства, науки, все. Про жизнь говорят, об одном жалею, детям не додал. Семье не додал. Нас следует задуматься об этом, дорогие друзья, задуматься об этом. А где у вас часы? Часы. Сколько время? Ага, хорошо. Хорошо. В чем состоит цель брака? Назначение этого типа взаимоотношений? В чем? Конечно же, продолжение человеческого рода, потомства, конечно же. Конечно, определенное наслаждение, которое человек испытывает от взаимоотношений с другим человеком. Конечно, да. Но, наверное, главное, до чего сотворен брак? Это изменение самой личности. Это преображение моего характера. Брак это такая библейская школа, которая меняет нас. Человек не может меняться вне социальных связей. Мы даже себя воспринимаем, глядя в зеркало социальное. Благодаря построению социальных связей, благодаря взаимоотношениям с другими людьми, мы себя узнаем. человек изменяется только в обществе. Но в этом обществе наиболее близкие взаимоотношения возникают где? Всякий раз, когда мы организуем христианские лагеря и вывозим куда-то в лес молодых людей, и они не могут сбежать оттуда, мы наблюдаем, как они переживают этот процесс взаимоотношений и насколько он сложный для них. А если мы вывозим не детей в христианский лагерь, а, например, зрелых мужчин, зрелых мужчин вывозим, то это особенно хорошо видно. Потому что мужчины запертые в одну комнату на две недели, да? Мы однажды собрали предпринимателей и служителей, 18 человек, и уехали в Швецию на две недели. Я это наблюдал очень ярко. Столкновение взглядов, искры, то есть им сложно, они все христиане, все верующие люди, но когда они близко трутся друг об друга, им сложно. А в армии, кто на службе был, вспомните, как меняешься, как трудно терпеть, но благодаря этим трудным взаимоотношениям личность развивается. А наиболее близко люди встречаются где? В браке. Именно в браке. Брак это легко? Нет. Брак это сплошная эйфория? Не только. Брак это абсолютное счастье, занырнул в этот поток и к 80 годам вынырнул из него. И сплошное счастье такое? Нет. Это труд. Устойчивый брак не может основываться только на эмоциях, только на позитивных впечатлениях. Его корни должны уходить намного глубже, дорогие друзья. Эрик Эриксон, такой социолог был в середине 20 века, он книжку написал даже «Психосоциальное развитие личности». Главная мысль такая, человек развивается исключительно благодаря кризисам. Преодолевая эти кризисы, лично человека развивается. Первый кризис рождения, когда из привычного космоса материнской утробы тело юного человека извергают в другую среду. Это называют еще психологической травмой родовой. Это первый кризис, потом кризис подросткового возраста, когда оказалось, что в садике есть еще девочки в детском саду. У нас до сих пор во многих детских садах общие туалеты, между прочим, мальчиков и девочек. Оказывается, что мы с родителями разные, мы отделены. Восприятие этих истин для детей это кризис, потом кризис школьного возраста, потом подросткового возраста и так далее. Сплошные кризисы. Это нормально. И одним из таких кризисов является вызов брачных взаимоотношений. Это непросто, но в нем мы меняемся. Нам помогают наши близкие. Последняя мысль на сегодня. Евангелие от Матфея, по-моему, про Иосифа написано так. Иосиф, с которым была обречена Мария, Мать Иисуса Христа. Первая глава, стих 19. Вот что должен был подумать Иосиф, когда узнал, что Мария беременна? Она ему обречена, она ему невеста, но еще не жена. То есть они не вступали в близкие взаимоотношения и от него она не могла носить ребенка. Это он точно знал. И вдруг она беременна. Уже не скрыть, уже очевидно, вот он видит это. Что он должен был подумать про нее? И он сделал однозначные выводы, он все понял. Культура Ветхого Завета была непримирима по отношению к измене женщины. Мужьям прощали все измены, вообще не существовало такого понятия, как мужская измена в Ветхом Завете. Мужчины делали, что хотели, это было непредусудительно для них. Но женщина должна была хранить себя. Дочь для отца, жена для мужа. И ее неверность или блудодейство наказывалось жестоко, смертью, камнями пробивали ее. И вот Иосиф узнает, что юная, невинная, чистая девушка, с которой он обручен, она носит под сердцем ребенка. Помните, как Иисусу Христу привели женщину, взятую в прелюбодеянии? Это описано в Евангелию от Иоанна. Они предвкушали скорую расправу и, желая его искусить, задали ему вопрос, как нужно поступить с ней. А сами уже камни заготовили. Итак, первая глава Евангелия от Матфея, 19 стих. Иосиф же муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Меня это удивило. К сожалению, ну, ваша церковь существует давно, как и наша церковь в Азбесте. И бывает разное в христианских семьях. Иногда кто-то способен наступиться, согрешить, люди просто проявляют слабость, это негативно влияет на их брак. И возникает ситуация, в которой одна сторона в браке оступилась, а второй праведен, а второй чист. Все это придается огласке, становится известно, как реагируют христиане в такой ситуации. Как? И ведь нередко летят молнии, довольно часто человек требует справедливости, правосудия, он хочет, чтобы поступку дали должную оценку, и он на все это имеет право. И есть определенные учения в Библии, как поступать с согрешившей стороной, как исправлять согрешившую сторону. Все это так, око за око, глаз за глаз. Да, если есть вина при любодеянии, то можно развестись. Честная сторона имеет моральное право на развод с одной стороны, но меня удивило то, что написано про Иосифа, друзья. Написано, он был праведен. И с одной стороны, ветхозаветняя праведность требовала отмщения. Она как-то требовала наказания. Ветхозаветняя праведность требовала черное назвать черным, белое назвать белым, восстановить справедливость, покарать грех. Но Иосиф тоже был праведен. Но его праведность выражалась в милосердии. Он решил, что Мария согрешила, что она не устояла перед соблазном. Она скрыла свой поступок. он понял, что она виновата, но при этом что сделал? Решил ее отпустить. Решил скрыть, не хотел огласить. Он все равно был по-доброму настроен в отношении нее, любил или, не знаю, жалел, но он решил скрыть это. Вот не было у него кровожадного чувства и желания отомстить, доказать, опорочить, обесчестить, огласить. Нет. Это такой сигнал для нас, друзья. Мы все живем с несовершенными людьми. И сами мы несовершенные. Если мы это поняли, то у нас есть перспектива. если в браке мы нацелены как бы на такую справедливость ветхозаветнего образца, мы очень требовательны. Мы хотим поменять своих супругов, потому что они не соответствуют нашему стандарту. Женился и понял, что не такая, как я думал, не такая, как на фотографиях, не такая, как вот до брака. Вот сильно отличается. Все, начинаем менять. Жена, ты идешь там в фитнес-зал на тренинги к массажисту, к пластическому хирургу, поступаешь в университет, все, давай, переделываем тебя. Ну или жена мужа также переделывает. Тоже в фитнес-зал отправляют его на какие-нибудь бизнес-курсы и так далее. Ну вот. Ведь это та же самая ветхозаветная справедливость, друзья. А иногда нам нужно просто быть милосерднее, уметь прощать, уметь отпускать, уметь снисходить. Больше милосердия друг к другу. И это сделает отношение здоровее и устойчивее. Мы закончим на этом. Я приглашаю вас к молитве. Помолимся, да ведь? Помолимся о наших семьях, о молодежи нашей. И о нас самих. Пусть Бог даст нам мудрости свой брак делать прочным и устойчивым. Драгоценный Господь, мы благословляем Твое вечное святое имя. Мы благодарим Тебя за то, что исходит из Твоих рук. Мы благодарим Тебя за брак, который сотворил Ты, за Адама и Еву. Благодарим за предназначение для взаимоотношений мужчины и женщины. Благодарим за то, что Ты участвуешь в построении семьи. Участвуешь как посторонний наблюдатель, участвуешь Духом Святым, тихо разговаривая с христианскими сердцами. Участвуешь, подсказывая нам Божие, так сводя женихов и невест, чтобы они смогли образовать счастливую семью. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя за Слово Твое, за наставление из Библии, которая учит нас, как выстраивать взаимоотношения, как обходить подводные камни, как преодолевать препятствия, как бороться с трудностями, Господи. Благослови наши семьи, благослови нас, мужей и жен Божи. Принимать решения в состоянии здравомыслия, в состоянии какого-то рационального, холодного осмысления происходящего. Дай нам высокое чувство ответственности, Господи, чтобы, приняв решение однажды, мы следовали Ему всю свою жизнь. Благослови нас, брак ценить, ценить наших близких, Господь. Пусть они никогда не станут средством для достижения наших собственных эгоистичных целей. Пусть они не станут разменной монетой ради наших потребностей, Боже, но пусть они будут для нас дарами Твоими, Господи. Ты сказал мужьям, чтобы они готовы были жизнь свою отдать ради жен, как Иисус Христос пострадал ради церкви. Дай нам руководствоваться этой нормой, этим словом, Боже, благослови жен, чтобы они умели занимать свою позицию, позицию библейской жены и отдать должное уважение своим мужчинам. Благослови нас, исцели наши семьи, Господь. Дай нам больше милосердия, молюсь Тебе друг о другу. Боже, исцели нас этих высоких требований, Господи. Дай нам с благодарностью воспринимать мужей, жен, потому что Ты даровал нам их. Господи, благослови нас, чтобы наши дети получили должное воспитание, не раздражение, не давление, не репрессии со стороны своих родителей, но дисциплинируя наших детей, научи нас их не раздражать, научи нас их любить, научи нам от всей души, полным сердцем служить нашим детям. Во имя Иисуса Христа мы молимся Тебе и Дух Твой Святой да поможет нам драгоценный Господь. Пусть будет имя Твое вечное и святое благословенно, вечный Бог наш, Отец и Сын и Дух Святой. Аминь. Субтитры подогнал «Симон»